Субтитры создавал DimaTorzok 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 В общем, вся бригада из НХЛ Майк Цвик и Рон Асселстайн А то, что вы сейчас подметили, что этот прием был умышленным Этому можно найти оправдание Потому что на льду находилась вторая тройка нападения Но чуть попозже, давайте, внимание Блестяще Михайловский играет Бросал поворотом Джо Мерфи А я продолжу свою мысль Тогда на льду была вторая тройка Давыдов, Коваленко, Масленников И вот, хотя по выходу на лед она вторая То по своей значимости она на данный момент в Суперсирии первая Потому что три лучших снайпера ЦСКА На тот момент времени, вот на время этой игры Это Коваленко, семь заброшенных шайб Как раз Давыдов, шесть и Масленников, шесть На тройка забросила девятнадцать шайб Ну, всегда существует какое-то ударное звено Слава Богу, что оно было тогда в ЦСКА И команда все-таки могла показать себя достойно Уже не говоря о том, что По-моему, все они дальше играли И на Олимпиаде девяносто второго года В Альбервиле Ну что ж, давайте познакомимся и с Эдмонтоном Эдмонтон вышел на лед в статусе Действующего обладателя Кубка Стэнли Правда, справедливости ради следует сказать Что это, конечно, уже не только не Эдмонтон Грецкий Грецкий уже нет в команде довольно давно Но эта команда от своего ключевого сезона девяностого года Чемпионского потеряла таких значимых хоккеистов Как Месье, Кури, Ро Цалайнин, Грет Хадди, вратаря Ренфорда То есть, конечно, это уже не совсем тот Эдмонтон Но, в общем-то, две трети чемпионской команды на льду И будем следить внимательно Между прочим, в составе Эдмонтона не только Анатолий Семенов Но еще и Игорь Визьмикин, номер 29 Игорь Визьмикин произвел колоссальное впечатление на канадских специалистов Когда играл за молодежную сборную СССР на чемпионате мира в Гамильтоне Это пригород Торонто Он был, конечно, великолепен Он мог, имея на плечах двух соперников, прорваться к воротам и забить гол Что он и сделал тогда, когда наша команда в воротах, по-моему, тогда был Белошейкин Вот, выиграла титул чемпионов мира, причем в Канаде Вот, а теперь мы пойдем дальше Вот вы видите нашу славную, так сказать, дружину Вот Андрей Коваленко, которому в дальнейшем было суждено перебраться в НХЛ Точно так же, как и многим из его предшественников В том числе, кстати говоря, Малахов тоже его уже ждали в НХЛ Да и Зубова Да, но тут сейчас ситуация такая Да, вот вы видите, нашатырный спирт Он так откинулся, Коваленко Вот, ну что делать? Тогда были такие, скажем так, нравы и правила у врачей Докинг невозможен А самое эффективное средство это был нашатырный спирт Кстати, и по сей день врачи считают, что это правильное средство, чтобы встряхнуть игрока Да, и с ними можно согласиться, действительно, раздражающее действие нашатыря Любой может попробовать на себе Но Коваленко на льду Тут, конечно, не только нашатырь помог И наша ударная вторая тройка нападения Будет действовать, будем надеяться, в том же самом стиле Ну а сейчас 21 номер, это Игорь Стельнов Кстати говоря, вот я не совсем с вами согласен, что это не тот Эдмонтон Нет ни одной команды, которая, выиграв Кубок Стэнли, чемпионат России, сохранила бы свой состав, так сказать, нетронутым, незыблемым Все меняют, ничего страшного в этом нет И молодые могут оказаться еще лучше, чем те, кто ушли Они ведь стареют С каждым годом любой из нас становится старше на один год Вообще, процесс старения начинается с момента рождения Это да Ну что можно сказать по этому поводу? Только то, что у нас есть такая... Ага, это вот нам, кстати, между прочим, показывают архивные кадры Да Это вот Каменский во всем своем величии забрасывает шайбы Ванкувером Да, а вот, между прочим, первый, если я не ошибаюсь, там, где был 17 номер, это его сравнивают с Харламовым С Харламовым, да, это в стиле Харламова Ну, установив вот такую планку Харламов, показав высшее индивидуальное мастерство Уже дальше телевизионщики имеют возможность сравнивать вот, так сказать, на экране Вот этот так, этот так А вот смотрите, как Весьмикин проехал Ну что ж, Весьмикины проехали, это хорошо для нас А армейцы сейчас раскрутят новую атаку Кто-то потерял шлем Смотрим внимательно 26 номер, это Андрей Коваленко Опять-таки, вот смотрите Продолжают прессинговать Андрея Ну, тогда еще, наверное, не русский танк Тогда еще так, танкетка, но уже комплекция внушительная Да, у хорошего хоккеиста к этому возрасту, примерно 20 с чем-то лет Он уже, так сказать, оброс местом Набором мышц И уже сформировался Дальше идет накопление игрового опыта и игрового мышления А это был Евгений Давыдов Замечательный дремлик, бросок И Керри Такко зафиксировал шайбу Не самый лучший вратарь, наверное, в истории Эдмонтона Немного он провел в НХЛ, 142 игры А в Эдмонтоне это вообще всего 11 Вот один единственный сезон Он 6 лет отыграл за Миннесоту И вот один сезон за Эдмонтон 11 игр Ну, может быть, как раз решили неосновного вратаря Попробовать вот в этой вот игре Дать ему игровую практику А на точке вбрасывания Сергей Немчинов Который играл тогда за ЦСКА И которого уже ждали в НХЛ Он поехал в Нью-Йорк Рейнджер И стал обладателем Кубка Стэнли Да А это мы смотрим еще раз на великолепное индивидуальное мастерство Евгения Давыдова Бросок показал и объехал справа Да, это такой вот своеобразный танец он продемонстрировал Видите, вот эти боковые шаги, как бы танцуя Он обыгрывал соперников Ну что же, это мастерство Высокое, хорошее Этим можно гордиться Сейчас в атаке Но атака оборвалась на взлете Термин взлет вполне применим Поскольку речь идет о звене Представляющем крылья советов Прервусь, это тренер Эдмонтона Джон Маклер Так вот, в тройках крыльев советов Хмылев, Гордиюк, Немчинов Тоже достаточно устойчивое Игровое сочетание Которое достаточно ярко проявило себя в этой серии Напомним, пока ЦСКА идет без поражений и даже без ничьих Все предыдущие матчи выиграны 5-2 у Детройта 6-1 у Рейнджерс 4-2 у Чикаго И 6-4 у Калгари Это пятая игра А по дате это 6 января 6 января 91-го Да, Новый год позади Ох, один на один И Максим Михайловский показывает, что он действительно вратарь ЦСКА Я вот не согласен, когда говорили, что нет в России вратарей Были хорошие вратари И есть вратари И все это ерунда У любого вратаря может быть хороший день Может быть неудачный день И повторюсь, я уже не раз говорил, что вратари матчи не выигрывают Это дело нападающих Вратарь может или больше пропустить, или меньше Третьяку удавалось пропускать меньше А нападающим удавалось забивать больше Вот и все Арифметика простая Конечно Эса Тиканен уже ветеран, безусловно И Энхайловского, и Финского, и какого угодно хоккея А вот возвращаясь к той комбинации, которая закончилась броском по воротам Максима Михайловского Отметим, что уже не первый раз оказывается с глазу на глаз нашим вратарем Мерфи Восьмой номер Джо Мерфи Вот как-то ему не уделяют внимания армейцы А хоккеист достаточно резкий Это его один из первых сезонов Молодой еще И вот играет в звене с Адамом Греймсом И третий там Мартин Желина Чехословатский хоккеист Да, Энхайл уже превратилась в интернациональную лигу Сохраняя по-прежнему свое название национальная Но вы знаете, откуда это вообще взялось, национальная Потому что она была поначалу, когда ее сформировали Там были только канадские команды И поэтому она была действительно национальная Потом к ним стали добавляться американцы Но название решили не менять Так вот, и она, став международной уже в 20-е годы Потому что были допущены американцы Она, тем не менее, сохранила название национальной А так как это доходный бренд То его не заменят название ни за что Я больше чем уверен в этом Да, конечно, такие бренды дорогого стоят А вот как раз буквально по нашей просьбе Тот самый момент, когда Джо Мерфи имел отличные шансы открыть счет Пока у нас 0-0 И вот что немножко удивляет Это явные проплешины, зияющие на трибунах Во всех остальных матчах этой суперсерии, которые нам удалось показывать Количество зрителей исчислялось, ну, прям, скажем так За 10 тысяч точно А вот на этой игре почему-то присутствует всего 5152 зрителя Чем это можно объяснить? Эдмонтон избалован большим хоккеем? Да нет, видимо, реклама была слабая Или билеты дорогие Ну, и я не помню, какой это был день недели 6 января, да, действительно, это уже сейчас сложно вспомнить Может быть, все разъехались на какие-то праздники Или отдыхают после праздников Да, Новый год уже закончился, Рождество тоже Показатель 2,67 пропущенной шайбы в этой суперсерии у Максима Михайловского А партнером его в воротах был Алексей Ивашкин Ну, Ивашкин тогда был еще молоденький Вот Тут трудно что-то сказать О том, кто был Насколько доверяли тренеры Ивашкину Вы знаете, можно отчасти сказать, насколько тренеры доверяли Ивашкину Потому что в этой суперсерии есть такая интересная, уж позволяю себе термин, фишка В начале третьего периода команды при любом счете пробивали друг другу булиты Вот, может быть, сегодня мы это увидим Так вот, если это состоится, то в ворота встанет Ивашкин Вот на серии булитов стабильно выходил Алексей Ну, а это игрок, которого я просто обожаю Уже тот, кто смотрел наши трансляции наверняка об этом знает Это Глен Андерсон И первый раз повторяешь, на мой взгляд, несколько недооцененный хоккеист Вот титулы его в две строчки не умещаются А игровая манера в лучшие его годы просто заставляла вызывать восхищение И вот золотые времена великого Эдмонтона, безусловно, во многом связаны с ним Шестикратный обладатель Кубка Стэнли 84-й, ну и так далее, не будем перечислять года И вот такая счастливая хоккейная судьба Он выиграл все финалы, в которых участвовал Может, его имело смысл брать в разные команды, которые выходили Планировали выйти в финал, и все, и тогда уже даже играть не надо Все, какая заворошка была у ворот Славненькая Хотелось бы вот посмотреть еще один раз Такое впечатление, что это снова Муни работал в корпус Коваленко Да, это Андрей Коваленко, которого уже мы один раз видели в рискованной ситуации И вот он сейчас покидает лед Никто не смог подправить шайбу Гордию по правому флангу уже не достанет шайбу Вот загадочный хоккейс под номером 26-м Почти никакой информации о нем не нашел Барб И вот в общем списке матчей суперсерии, который сохранился Он даже в составе почему-то не присутствует И есть еще такой замечательный сайт, я не думаю, что это будет реклама, если я скажу о его существовании Юшкиннарод.ру Там есть информация о всех хоккеистах НХЛ, которые когда-либо там играли Правда, к сожалению, она где-то так вот в 2004-м годом заканчивается И вот даже там я его не нашел Вот такой вот, не знаю, как назвать его по имени На фамилии у него Барб Защитник под номером 26 Кроме своей неизвестности он чем-то еще знаменит Да вот нет Ну так и забудем о нем Но не дает, он через шайбой владеет А вот в паре с ним Бьюкбум работает Тоже хоккеист не очень широко известный Играл всего в двух клубах, Эдмонтон и Нью-Йорк Эрис Хотя 804 игры в НХЛ Это достаточно солидно сложную списку Ну а 14-го номера вы, наверное, знаете Внимание, нет, где сейчас Михайловский закончит все А 14-й номер, играющий без шлема Это, конечно же, Крейг Мактавиш Который был последним в НХЛ Кто заслужил такую привилегию Но вновь показывают Андрея Коваленко Второй раз В непосредственной близости от ворот Попал под силовой прием Одного и того же Я вам могу сказать такую вещь Ну, видите, он все еще волосатый Тогда еще мода была Держалась на длинную волосатость Вот, конечно, вид у него такой Что ему досталось Все-таки, ну, может быть, это не состояние Гроги после нокдауна Ну, в общем, ему досталось Другое дело Что его все время показывают Потому что... Ох, голова в голову Ну, вот опять ведь целенаправленно, по-моему, смотрите А в хоккее не направленно не идут Ну, безусловно Ну, вот возникает мысль, что целенаправленно выводит из игры лучшего снайпера ЦСКА А вот интересно Крейг Муни Давайте посмотрим Вот 28-й номер Эдмонтона Вот что интересно Не назовешь его особенно жестким игроком 819 игр Защитник И 775 штрафных минут То есть, в общем, корректный спортсмен А почему тут на него возложили такую функцию по выведению из игры Коваленко? Ну, это вопрос, наверное, к Джону Маглеру Всегда найдется какое-то, грубо говоря, наемное убийце Вот возложили на Бобби Кларка задачу вывести из игры Валерия Харламова Ну, и что? Вывел А что, Бобби Кларк был знаменит, как, так сказать, хулиган, громила и прочее, прочее? Ай, штанга Кажется, штанга Четвертая тройка Востриков, Молков, Костичкин сейчас атаковала Там обычно Чиберев вот в этом сочетании играл Но Чиберева перевели в первую тройку вместо Буцаева И вот появился Петр Молков Нападающий Соколы ЦСКА Закончивший свою хоккейную карьеру в швейцарском Амбри Пепта Вот в таком сочетании выходит это звено сейчас на лед Хотелось бы увидеть повтор Если будет такая возможность, по-моему, в штангу попала Шайва Миколовский, Тиккенен Да, Айсо Тиккенен там крутится Климан То есть, в общем, такая По-моему, состава команды-то симпатичная Ну и капитан команды Никто иной, как Анатолий Семенов Вот так И вот в перерыве было интервью с кем-то из специалистов Я не помню конкретно с кем А вот да, вот нам показывают повтор Это Костичкин А, штанга обыграл так Так вот, спросили у этого специалиста Два главных козыря ЦСКА И два главных козыря Эдмонтона Так вот, два главных козыря ЦСКА были названы этого Это Максим Михайловский И командная игра А главный козырь Эдмонтона Анатолий Семенов Ну, почему бы и нет Конечно Семенов, между прочим, игрок незаурядный И показал себя на протяжении многих лет Как просто звезда мирового уровня Прекрасно Другое дело, что в тот момент Нам потеря каждого игрока, так сказать Воспринималась очень болезненно Вот самим надо, самим надо Но в итоге отъезд наш кокеистов МКЛ Привел к тому, что в уровне НХЛ поднялся Конечно Вот, кстати, что касается Везьмикина То его НХЛовскую судьбу никак не назовешь Удачной, в отличие от Семенова Всего лишь четыре игры за Эдмонтона он провел И забросил одну шайбу Вот такой вот скромный показатель С чем это может быть связано Это может быть связано с тем, что Везьмикин Не слишком дружил с внеигровой дисциплиной Мягко говоря Зеленый змей А прозвище его Везьмикина было Змей Вот Зеленый змей его частенько побеждал И его за это отправляли в фармклуб Он там себя хорошо показывал Его снова брали в основную команду И отправляли обратно Да, бывает и так Ну что, пока игра, наверное, вот где-то половина первого периода у нас завершена Вполне равная Шансы и у тех, и у других возникают Самый, наверное, яркий Вот он, самый яркий Марк Лэм Хотел я сказать, что у Костичкина была стопроцентная иглевая возможность Но это вот двусотпроцентная, наверное, Лэм Спасибо, Михайловск Нет, пока шайбы нет в воротах Я не скажу, что это стопроцентная возможность У него была возможность А вот распорядиться ею на стопроцентно он не смог Так, а что там произошло? Кому-то из наших То ли шайба попала, то ли просто руку отрубили Это Давыдов Нет, ну а хулиганская команда И вот смотрите, как раз В таком локальном меньшинстве мы действовали И Лоу Это Кевин Лоу Это легенда Эдмонтона, безусловно Это один из наиболее титулованных хоккеистов Но вот сейчас Что можно сказать о принципах фэйрплей? Это хоккей Тут несколько по-иному они трактуются Но Семенов был выведен из игры И в этот момент Вот смотрите, грамотно очень Андерсон оставляет шайбу под бросок И из-под защитника Дождавшись, пока перекроет видимость Михайловскому, бросает Лоу Но и не только видимость Бросок-то был очень хороший Скажем честно Он бросил на уровне, так сказать, предплечья С той стороны, где Вратарь держит Пишет клюшку вот этой правой рукой То есть Там что-то сделать Это в основном везение Вот Семенов Вот Семенову не хватило везения Да Ну, стопроцентная возможность была Да нет Была бы стопроцентная Был бы гол Вот пока вратарь в воротах Она стопроцентной не является Иногда даже и в пустые ворота не попадают Да Везьмикин 29-й, а 16-й это Келли Бакбергер Тоже достаточно известный хоккеист Многократный участник чемпионатов мира Чемпион мира 1994-го года И трехкратный обладатель Кубка Стэнли Бакбергер, Везьмикин, Мактавиш Вот такое вот звено В составе Эдмонтона Сейчас на льду А у нас Немчинов Гордиюк И, соответственно, 19-й номер Хмылек должен быть рядом Итак, 1-0 И первый период уже подходит к концу Джо Мерфи Желина Вот не заметил шайбу партнер Вот сейчас практически заперли армейцев в зоне Желина Мактавиш Ну и все Итак, подходит к концу первый период ЦСКА оказался в положении проигрывающей команды И будем смотреть, какие контраргументы Вот один из них Бросок с ходу Пока Такка держит свои ворота Под замком До Костичкина не добирается шайба Капитан нашей команды, защитник Владимир Константинов Оживился Эдмант Как это всегда и случается после заброшенной шайбы Ну и сейчас произойдет смена Шайба брошена в зону защиты ЦСКА И Константинов подождет, пока появится партнер Вот уже Каменский Попытка первого паса Да, тут немножко Бякин не понял Каменский А Бякин опять через центр пытался А вот они пошли по канадской системе Взяли, в зону там их бросили Но никто не помчался туда Только на сесть на соперника А, там была смена состава Смена и у Эдмантона Семенов Тикканен Клима Да, но тут явно нарушение правил Да, но не надо руки поднимать Так что, ой, ребята, да что же такое Да я тут ни при чем А, это лоу После того, как забил гол Это радость, так что пусть здесь поднимает Пусть поднимает, пусть поликует Вы знаете, кстати, говорю, что В Анхаэл После войны уже было введено правило Что игрок, забивший гол Должен поднять клюшку Чем это было связано? Это было связано с тем, что Сутолки очень часто не могли определить Кто забил гол Вот, а это Бьюк Бум Да, зацеп 18.44 было Уже сыграно Ну, видите как Остановил выход, в общем-то, один на один Но тогда выдавать Буллиты Судьи не спешили Вот, ну теперь большинство Впервые Вообще В первом периоде Кто-то оказался на скамейке штрафников Так что Не только у ЦСКА Вообще первая возможность у соперников Показать, как они играют в неравных составах Стельнов И Никола на пятачке Вот Тихонов очень любил В кавычках, конечно, им употребляют слово Ругать команду За то, что они бьются на пятачке Ну, с другой стороны, бьются на пятачке Это потом Синяки, шишки И травмы В общем Болезненная игра-то Хоккей Еще бы Последняя минута первого периода У ЦСКА остается совсем немного Для того, чтобы попытаться реализовать лишнего игрока Уже в первой 20-ти минутке Но вот Даже продраться в зону не получается Может быть сейчас Немчинов Зубов Снова Немчинов Несильный бросок Цубова Скорее наброс в район пятачка Ой И, к счастью, звучит сирена Первый период окончен при счете 1-0 В пользу хозяев льда Хоккеистов Эдмонтон Ойлерс Ну что ж Был достаточно веселый первый период Зрители получили удовольствие Острые моменты были Счет 1-0 Он не густо, но ничего страшного Сейчас, если Матч заканчивается со счетом 3-2 То все говорят, что это была хорошая игра Все-таки пять голов Это не то, что 1-1 в футболе А то и 0-0 И 90 минут А тут 60 Так Ух ты Вот тебя Такко просто выбросил шайбу на трибуны А между прочим В меньшинстве играет Эдмонтон Ну За такие вещи По нынешним временам дают 2 минуты штрафа Даже без сомнений, без обсуждений А По тем временам Ну что ж Вот видите Ассистент Тихонова Попов Какой мятый флаг вывесили под крышу В погладе было нечем Давайте не будем цепляться Вывесили Дело в том, что Скорее всего Это флаг, который возили с собой Дальше Может быть и так А сейчас давайте сделаем небольшую паузу Команда Карри Такко Вместо него отбывает кто-то штраф Я даже не обратил внимания, кто это Ну это не столь, мне кажется, важно Три хоккеиста сейчас в составе Эдмонтон Койлер Стоп Это был голос Евгения Майорова Да, он сопровождал тогда команду И Вел Репассажем на Советский Союз Наши болельщики имели возможность посмотреть Если не в прямую, то в записи Потому что из-за разницы по времени Лучше было смотреть в записи Вот Одно Жаль Что записей этих репортажей не осталось Да, как и нашего коллеги уже Нет среди нас Поэтому мы и помолчали Дав вам возможность послушать его голос И узнать из его слов, что все-таки судья Удалил так Вот за этот выброс шайбы на трибуны И Эдмонтон играл некоторое время Втроем Сейчас уже в четвером Пять на три играли армейцы Пока Безрезультатно Но еще Штрафное время Теперь уже у вратаря За которого, конечно, отбывает штраф Кто-то из коллег Но я вам могу сказать, что Вот Президент нынешней Международной Федерации Мы как-то с ним Рене Фазель Мы с ним как-то разговаривали И он, так сказать, в сердцах сказал Если команда Играя пять на три Достаточно долго Примерно минуту Не забивает гол Она недостойна победы Печально, конечно Но К сожалению Его слова очень часто получают Подтверждение Ну вот И пять на четыре Тоже, судя по всему Не удается армейцам разыграть Стельнов шайбой Очередная атака Все еще в меньшинстве Пока Эдмонтон Но Войти в зону тоже Практически не удается Шайба вновь Вернется в среднюю Хотя уже усилиями Эдмонтона И вот сейчас На Чикутако Ну а Немчинов Спиной к воротам Стоял Ну вот так здорово Бросился ему под ноги Снес и форварда И шайбу Прикрыл Нет Все тут он сделал грамотно Тут ничего не поделаешь Все-таки вратарь Должен свою работу выполнять Оп Видите как он Да Ничего не скажешь И никакого нарушения Все грамотно Он играл в шайбу А это бросок Зубова И попытка Бякова Бякина Да Бякина Конечно И тут же Получил в спину Бяков И Нет Бросок Юрия Хмылева И так Возвращает шайбу В игру По-прежнему 1-0 В пользу Эдмонта Но это явный зацеп Будет удаление По-моему Будет Будет Да Вот оно Это Андерсон И Рон Хогарт Показывает Каким было Нарушение Но мы с вами Прекрасно Видели Каким оно было Да А игра Проходила Днем А Вот поэтому Наверное Это Уикенд И Дневное Время Ну Непривычно Для Болельщиков Все-таки В Северной Америке Болельщики Любят Чтобы игра Была вечером Перед игрой Можно пойти В ресторан Ужин Такой Потом Идешь на игру В общем У них свой Ритм Так 3-13 За За то Что он Один раз Пытался Ну это уж вообще Немчинова Так сказать Уже и за плечо Еще улыбаются Ну в общем Говорит Ну да Ну Ну было Ну Говорит Неласково Я с ним обошелся По плечу его похлопать Что ли Ну аккуратно сделай Скажем так По крайней мере Без особого Без хамства Да Плечо Он его не выбил В общем Но кстати говоря Вот у меня Впечатление По этой игре Что так Большого вдохновения Подъемов Действия Армейцев Я не вижу Вот нет Страсти Вот Зная эту команду Как она Может играть Немножко Это было В пятницу Накануне Вот мы показывали Неделю назад Игру против Калгари И там Из пяти удалений ЦСКА реализовал Только одно Но там-то Счет был 6-4 В пользу ЦСКА Там можно было Позволить себе Транжирить А здесь ситуация Несколько иная Эдмонтон Вообще Вошел в историю Скажем как Первый клуб Который победил Сборную Советского Союза Это было В 82-м году Эдмонтон Тогда обыграл Непобедимую Советскую сборную 4-3 Я вам могу сказать Тогда в воротах Эдмонтона Стоял Энди Мук По-моему Команда прилетела После почти 20-часового Перелета В тот же день Играть И в общем Трудно было Конечно Ну и надо Сказать что Через 3 года ЦСКА поквитался С Эдмонтоном Разгромив его 6-3 А в целом У Эдмонтона Положительный баланс В играх С отечественными командами Вот помимо Названных матчей Еще была игра Против московского Динамо В 80-м году Неудачный 1-4 Проиграл Эдмонтон А далее Две победы В 88-м они обыграли Рижское Динамо 2-1 И в 89-м Химик 6-2 Силы команд Конечно Несопоставимы Поэтому Эта статистика Имеет Чисто умозрительный характер Я имею в виду Силы соперников Разные команды Разные сезоны Разный состав Хотя Канадцы бережно Относятся Вот такой статистике Вот имеешь Положительный баланс В играх с советами Значит уже Стоит об этом и говорить Вот верхний ярус Видим на трибунах Совершенно пустой А снизу Народ Сидит Семенов Не находит Атрисата Этой передачи И уже ЦСКА Но ЦСКА уже В равных составах И здесь Каменский Вот комментаторы Тут За кадром На нашем Так называемом Интершоме Говорят Грейтост То есть Величайший Хоккеист Каменский Да в этом составе Наверное Это действительно На тот момент Времени Был наиболее Пытаюсь выбрать Термин Наиболее что Наиболее известный Наиболее Наиболее привлекательный Потому что Дальше ему Предстоял Заезд В Квебек Нордикс А потом Когда команда Из Квебека Уехала Он стал Обладателем Кубка Стэнли Вместе с Алексеем Гусаровым Кстати они были Уже в Колорадо Да В Колорадо Рокес Но Сначала Она называлась Колорадо Рокес Потом Да Горы Потом Скалы Потом Лавины В общем Название Они меняли 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 И в общем На игре Это не отражалось Это отражалось Только на продаже Сувенирной продукции И всяких Маек Кепок Коллекционеры Так Так Со временем Начинают Говорить Оу У меня есть Еще Колорадо Рокес Потому что Действительно Больше не выпускается Вот Кстати говоря Когда ЦСКА Стало русскими пингвинами, так вот эти свитера были одни из самых популярных в Северной Америке, но потом команда сменила свою символику, и сейчас этот свитер уже раритет и стоит больших денег, особенно игровой, особенно если еще и с автографом кого-то из хоккеистов. Ну а вот то столкновение, которое нам сейчас показывали, и по поводу которого явно нелицеприятно высказывался Константинов на скамеечке, опять проходило с участием Крейга Муни, вот он крупным планом ездил на экране, вот сейчас нам его показали, явно вот этот хоккеист на что-то напрашивается в этой игре. То он Коваленко донимал, теперь принял на грудь Сергея Зубова. Ой, а вот это может быть неожиданно, здесь шайба вылетела на трибуны и... Ой, в ребеночка попало. Да, это нехорошо. Тут не было никакой естественно целенаправленной акции, это случайность, но любая случайность может закончиться большой закономерностью. Шайба это довольно тяжелый предмет. Тот, кто хоть раз ловил вылетевшую до шайбы, об этом догадывается, наверное. Так вот, уже медицинский персонал клуба Эдмонтон... Так. Лед сейчас потребуется. Но я не хочу хвастаться, для меня однажды поход в глубокой молодости, вместе с одной подругой. Закончился тем, что ей шайба плашмя упала на лоб. Ой. Да. Но после этого мы с ней уже больше на хоккей не ходили и вообще, по-моему, так сказать, пару раз перезванивались по телефону. На этом мой юношеский роман закончился. А это были 60-е годы, и мы просто были во дворце ЦСКА, недалеко от Бортика. Я тогда был начинающим журналистом и имел возможность пойти на хоккей. К Бортику. К Бортику, да, так сказать. Девушка, кстати, вернулась... Это было во втором периоде. Она через несколько минут вернулась досмотреть матч под аплодисменты трибон. Вот ей аплодировали, а мне удивляют. Но это судьба. Конечно. Вот сейчас мы видели, как аккуратно сыграл защитник Эдмонтона. Там была возможность выхода один на один у армейца, но ничего не получилось. Связали, но очень грамотно, поскольку удаления нет. Нет, хороший силовой прием был проведен. Кстати, Зубов стал... О, ну просто вот тут Мактавиш просто сзади, так сказать, в спину. К Кравчуку. К Кравчуку врезал, и все. Нет, судейство тогда было либеральным, мягко говоря. Константинов. И снова Крейг Мактавиш. Вот, удается ему сохранить шайбу, как ни странно. И даже бросить по воротам, нет, оставляет шайбу под бросок, но там армейцы проявляют бдительность. А счет у нас все еще 1-0 в пользу Эдмонтона. Опять Немчинова все-таки его так били прилично. И еще раз постоять у борта просто так, это значит нарваться на то, что к тебе подъедут и познакомят тебя с этим бортиком. Знаете, согласен с вами полностью, Всеволод, что действительно в игре ЦСКА не чувствуется такого вот запредельного настроя, которым обычно отличалась эта команда. Я не думаю, что действует все это еще многократно упоминавшиеся нами правила 4 выиграли и достаточно, дальше не заплатят. Уже в 91-м году вряд ли на это обращали внимание. Я не помню, но Советский Союз еще сохраняется. Конечно. А законы, они ведь очень часто остаются на долгие годы. Мне рассказали однажды, но сейчас тут ничего особенного не происходит, поэтому мы можем немножко отвлечься от хоккея, как в 30-е годы. Ух, хороший был бросок. Опа, а тут Стельнов. Вот стоило нам сказать, ничего особенного не происходит. Вот возле борта врезали Стельнова. И вот это уже может быть, в отличие от того, что был из Коваленко, более серьезно. Снова доктор появился на льду. И будем теперь мы очень внимательно следить. Игорь Стельнов, 21-й номер, появится ли он на льду. И смотрим, что. Что и кто? О-о-о, а это ведь в колено. Не напоминает ли вам этот прием? Прием, примененный против Андрея Маркова. На чемпионате мира. И смотрите, кто. Опять Муни. Опять Крейг Муни, 28-й номер. Ну вот что это такое? Это уже бандитизм какой-то. Ну вот, бандитизм был, есть и, боюсь, будет. Ну вот, действительно странно, что проявляет его игрок, в карьере которого, в общем, нет таких. Может быть, действительно его и попросили, вот тебя не будут ждать. Ну, это такие какие-то уж совсем, конечно, умозрительные заключения. Астельнова, похоже, уводит уже за пределы. Да, это был удар в колено. Могли и связки полететь. Неприятно. Ну, самое тут страшное, это если бьют крестообразную связку, после нее требуется обязательно операция, и после этого уже на карьере можно ставить крест. Вот, несколько раз делали такие операции Паша Буре, и карьера на этом закончилась. Именно из-за этой связки. Да, ну вот, добра-добра не ищут, но тут уже вот от такой неприятности, может быть, будет какое-то добро. Может быть, заведется ЦСКА, и не позволит так расправляться со своими игроками. А, да. Ну, пока все-таки есть небольшой затиш, и я вернусь к тому, что такое законы. Вот, одного из боевых командиров увольняли из армии в 30-е годы. Он вдруг взял и написал, да, все, согласен, так сказать. Написал рапорт. Прошу уволить, а также выдать шашку и коня. Они посмотрели, так сказать, в кадрах, там, сказали, ты что, с ума сошел, что ли? Он говорит, нет, постановление, там, наркомата, там, от 23-го года, что при увольнении из армии в таком ранге выдавать шашку и коня. Наркома обороны посмотрел, действительно, то постановление никто не отменил, просто никто им не пользовался. Резолюция была такая, выдать шашку и коня, постановление такое-то, отменить. Вот так. Все. О, опять. Ну, ребята, тут... Ну, ЦСКА, надо отвечать. Заброшенный мешай, мы бы лучше. Ну, вот сейчас, может быть, нет, это уже бросок не получился у Давыдова, и действительно, здесь какие-то уже пошли приемы других видов спорта. Семенов против троих, конечно, было бесперспективно сражаться. И чуть-чуть побыстрее задвигались армейцы, вот сейчас бросок так-ка отражает, лежит чей-то шлем, Коваленко. Хорошая передача на Давыдова, но от Давыдова шайба отскакивает в среднюю зону. Но, вы знаете, по броскам-то, счет 17-7 в пользу Эдмонтона. Это лишний раз подтверждает наши слова о том, что ЦСКА пока выглядит не так, как он выглядел ранее в этой серии. Серия-то, между прочим, длинная, это не последняя игра. Еще впереди две игры, одна из них с Winnipeg Jets, мы ее вам покажем, и игра с Vancouver Canucks. Ой, не успел я после, ой, сказать что-нибудь еще, как Андерсон послал шайбу в ворота Михайловского. Вот такая вот расслабленность в своей зоне приводит к тому, что ЦСКА уже отстает на две шайбы от хозяев ряда. Смотрим. Подработал себе гайком. Вроде ничего не происходит. Вот здесь Зубов попытался выбросить шайбу и выбросил ее прямо на клюшку Андерсону. Нет, ну у того получился и бросок хороший. Никто не мешал, можно было прицелиться, посмотреть, куда бросаешь. Он бросил верхний угол в левую верхнюю. Просто прекрасный бросок. Конечно, лишний раз подтверждает мои слова об этом хоккеисте. Великий мастер, ничего не скажешь. 2-0, вот так вот. Такая вот тактика, не очень похожая на Эдмонтон грязный хоккей, отчасти помогла уже вести. А что, армейцы, Малков, там шайба запуталась в коньках, и Такка уже не знала, куда бросаться. Везьмикин. Везьмикин мало заметен в этой игре, приходится это признать. Вот Бакбергер и Мактавиш в этой тройке. Вместе с ним гораздо чаще владеют шайбой. Ох, перед Михайловским, шайба, и Мактавиш. Не забивает гол. А может, Михайловский сыграл достойно. Вполне. Вновь завладел преимуществом Эдмонтона. Кевин Лоу. Ну что сейчас? В зону входит Эдмонтон весьма и весьма, часто и весьма и весьма удачно. Но вот контратака. Каменский. Бьюкбум бросается под шайбу, клюшки выбивает ее из-под ногу Каменского. Что удаление? Ага. Вот после того, как Бьюкбум выбил эту шайбу, по-моему, там он продолжил работать клюшкой. И вот это, кажется, он... Так, давайте посмотрим. Каменский входит в зону. Это не нарушение, это в шайбу. А вот это уже по ногам, по клюшке и по всему остальному. Да, за удар по рукам называется это. 12-39 прошло второго периода. Счет 2-0 в пользу Эдмонтона Уайлерс. Ну, знаете, я поймал себе, что... На том и ощущение, что... Да ничего сверхъестественного и вообще как-то. Закатаются и катаются. В конце концов, странно было бы, чтобы ЦСКА выигрывал все матчи, в которых принимал ЦСКА. Да нет, больше того, как-то они сделали эту игру, что она вызывает чувство только равнодушия по отношению к ней. Вот хочется войти в игру, хочется завестись, а не получается. А у вас Олег? Да, я согласен с вами. Но вот только вот этот вот человек, пожалуй, делает все, чтобы мы как-то вошли в эту игру. Потому что он... Это тот самый Крейг Муни, который выбирает себе жертв, по-моему, по всей площадке. Напомнили нам, что с реализацией численного преимущества ЦСКА дело обстоит плохо. То есть пока вообще никак. И вот иллюстрация к нашим словам. Действительно, трибуны в Эдмонтоне практически пустуют. Я бы не сказал, что они все-таки пустуют. Но пять тысяч для НХЛ это не народ. Частично пустуют. Давайте остановимся на этом варианте. Они наполовину полны. Да. Будем оптимистами. Рон Хогарт. Несложная для него игра. Вот если он еще и призовет к ответу Муни хотя бы разок, тогда совсем будет замечательный судья. Игорь Кравчук. Ну что, может быть, все-таки ЦСКА найдет в себе силы забросить. Вот пошел отсчет времени удаленного Бьюгбума. Нет. И снова в зону ЦСКА войти не удается. Вот этих запредельных усилий и не хватает пока. Бякин. Масленников. Вот такое, смотрите, уже сочетание нескольких хоккеистов из разных звеньев. Уже Тихонов пытается что-то там тасовать в составе. Бякин с Масленниковым раньше вместе не играли. Но, может быть, специально под большинство. Ну, вот все время на приколе Тихонова. Вот нет у него бригада большинства. Ой-ой-ой, какой перехват. Нет. А даже не бросил. Магандерсон даже не смог бросить. Смотрите, Михайловский своими перемещениями так его ввел в недоумение, что Глент... Он перекрыл. Он тут все ждал, когда же щелчка откроется. А Михайловский двигался так, что не открыл и не дал возможности, собственно, Глену Андерсону забросить шайбу. Пропускать в меньшинстве было бы уже совсем нехорошо. Нет, пропускать бы в большинстве. В большинстве. Да-да-да. Гордиюк. Ну что ж, выходит Хмылев, Гордиюк и Немчинов, естественно. Ну и вот, нет, ему дается остаться с шайбой, но ненадолго. Вновь Эдмонтон на перехвате. Работает грамотно. И вот даже вот сейчас, видимо, завяжет Семенову борьбу в зоне армейцев. Отвратительно пока армейцы реализуют лишнюю. Вернее, не реализуют лишнюю. Не было тогда еще этой рекламы, но вот сейчас уже можно сказать, это, по крайней мере, на данный момент времени не день ЦСКА. Явно. Хотя выражение уже было. Конечно. Это не мой день. Костичкин. Ну, встали в зону. Опять нет. Где шайбот? Того же Костичкина. Ну, уже... Ну, уже обработали. Эдмонтон очень уверенный. Действует очень спокойно. Скоростей запредельных, как мы видим, нет. Да они не требуются пока. Малков. Значит, уже Востриков и Костичкин на льду. Да. Может быть, у четвертой тройки получится. И здесь ничего не выходит. Да что ж такое? Что ж ты скажешь? Вот прорывается к воротам Келли Багбергер. Нет, тут нарушения правил никакого не было. Лишь бы только не пострадал Максим Михайловский, который лишился шлема. Ну, прямое столкновение на пятачке. Тут еще Константинов как-то несколько неудачно сыграл. Макс уже снова в шлеме. Так, кивнулся вроде ничего. Багбергер, который был участником этого эпизода. Молодой еще парнишка, как видим. День рождения у него 2 декабря 66-го года. Так что сколько ему тут лет у нас? 18, между прочим. Или я плохо посчитал? Да нет. А, нет, нет, нет. Конечно, не вы 17. 24. Вот выглядит молодо. Да, тут Константинов, так сказать, расчищал пятачок. И в итоге положил и собственного вратаря. Ничего страшного. Сколько там на льду белых? Да уже 5. То есть в очередной раз у ЦСКА ничего не получилось. Но... Так-ка. Вот засиделся на лавочке в составе Эдмонтона. Дали ему возможность проявить себя. И он себя проявляет. Но не прижился в Эдмонтоне. Закончится этот сезон. И закончится его не только пребывание в этой команде, но и анхайловская карьера. Нам обещают штрафные броски, кажется. Как раз по окончании второго периода. Анхайловская карьера. Посмотрим. Рекламная пауза. И в то время уже была предусмотрена, как видим. Игра возобновляется в зоне Эдмонтона. При счете 2-0 в пользу хозяев. Кому шайпу достанется? Барбу. Тому самому загадочному Барбу. Которому мало что знаем. А вот это Желина, о которой мы много знаем. Задрафтован Лос-Анджелесом в 88-м году, но оказался в Эдмонтоне. А это досталось Джеффу Бьюгбуму. И вот, кстати, если нужен был бы силовой защитник, то как раз, наверное, на него и нужно было возлагать эту миссию. 1890 штрафных минут набрал за свою карьеру. Как раз в этой игре действует весьма корректно и надежно. А ЦСКА по-прежнему никак не может найти путей к воротам Каритако. Ну, видно, что не заведена команда. Может быть, Тихонов и пытается ее встряхнуть, а она не встряхивается. Вы знаете, такое бывает иногда. Завести команду на подъем, на то, чтобы они, так сказать, бежали и рвались. Это не так сложно, если команда вышла без этого настроя в самом начале. Вот вам показатель. 3-0. Давайте посмотрим, как это было сделано. Вот сейчас шайба достается Грейвсу и пас на Мерфи, которого, помните, первый период я говорил, никто не обращает внимания на Мерфи. Он оказывается один на один с Михайловским. Да я бы сказал, не на один на один с Михайловским, а один на один с пустым углом ворот. Вот это как раз и есть стопроцентная вероятность. Ну вот сейчас, неужели и тут армейцы не воспрянут духом при таком уже мало приличном. В счете 0-3. А что касается психологии, то один фактор мы как-то забыли. Ведь 4 победы в серии это выигранная серия. Ее уже невозможно проиграть. Вот еще какой психологический фактор. Серию ЦСКА выиграл досрочно после четвертой игры. Теперь может бороться только за престиж. А вот это тот самый пустой угол, рядом с которым оказался Джо Мерфи. И мы видим, что оба защитника совершенно здесь не позаботились о вратаре. 3-0. 3-0. И это у нас 38-я минута второго периода. То есть, в общем, можно сказать, что две трети матча отыграны. Овертайма никакого в этой игре не будет при любом счете. Ну что сейчас? Нет. И сейчас Невчинова нейтрализовали. Натерял скорость. Передачу вовремя отдать не успел. А вот как на открытом льду, оказывается, это уже снова был Кевин Лоу. Хоккеист Эдмонтон. Да. Ну, ЦСКА надо встряхнуться, безусловно. Хотя бы вратаря пожалеть. Одновременно против двух игроков ЦСКА применен силовой прием. Да, вот сейчас была попытка нам бросить на дальнюю штангу, но как раз она оказалась неэффективной. Костичкин. Есть возможность бросить, и Такка отражает этот бросок. Скажем, он был не очень опасным. Кто-то потерял клюшку. Лоу и Джозеф. Крис Джозеф и Кевин Лоу. Пара защитников, которые очень аккуратно работают. Вот смотрите, ну что ж такое. Костичкин не забрасывает. Да, вот это уже была 90% возможность. Надо было умудриться не забить. Первая по-настоящему армейская комбинация. Там уже детали амуниции валяются на льду в самых разнообразных сочетаниях. И Костичкин имел сейчас, конечно, возможность. Но давайте смотреть. Да, тут Константинов. Хорошая передача назад. Это Молков. И Костичкин. А вот атака продолжается. А, он играл на левой руке, то у него не было перчатки. И вот бросок еще Константинов наносил. Но здесь даже скорее шайба попала в так, чем так ее схватил. Но оказался в той самой точке, куда летела шайба. То есть правильно выбрал позицию. Вернее, лег. Еще один бросок. Не поздно ли, но второй период еще не закончен. Вот хотя бы одну бы шайбочку забросить. И тогда в третьем периоде было бы полегче. Камьянский снова. И опять щелчок из средней зоны. И закончен второй период. Итак, 3-0 в пользу Эдмонтона перед вторым перерывом. Вот нам показывают Максиму Михайловскую. Да, он пошел главный герой в сборной. Вернее, не в сборной, а в команде ЦСКА. Ну, начинается третий период. Опять игроки собрались вокруг вратаря. Я смотрю и не вижу Стельнова. Вот та травма, которую он получил во втором периоде, похоже, оказывается серьезной. Вот 21-й номер. Игорь Стельнов. Смотреть, может быть, все-таки появится. Да, по-своему Камьянский перекрестил вратаря. Ну, что же делать? Ага. Вот булиты эти. Да, вот те самые булиты. И Камьянский не забрасывает. Ну, а раз булиты, то в воротах ЦСКА сейчас, видимо, появится Алексей Ивашкин. Он наверняка уже там стоит в противоположной. Так, пока 0-0. Ну, это элемент шоу Андерсон. Андерсон опасен. И в очередной раз доказывает это. Вот, веселое настроение. 1-0. Эдмонтон ведет и по булитам. Видит гипертрофированная радость. Лишний раз показывает, что у нас это элемент шоу. Никакого спортивного смысла в этой процедуре нет. Но для вратаря Алексея Ивашкина, который сейчас стоит в воротах, это не имеет никакого значения. И снова не забивает ЦСКА. Это уже Немчинов. Эдмонтон сейчас будет бросать Алексей Семенов. Анатолий Семенов, конечно. И вытянул здесь ногу Ивашкин. Практически уже в углу. Зацепил шайбу. По-прежнему 1-0. Еще есть шансы выиграть эту серию. Игорь Масленников от ЦСКА. Третий заявленный на исполнение булита. И счет становится 1-1. Да, это хорошо. Это хорошо. Он переиграл. Четко положил. Обыграл вратаря. Защитник Крис Джозеф бросает у Эдмонтона. И забрасывает. Ну и опять вот эти вот жесты, которые молоденькие игроки берут себе на вооружение. И сейчас вот нагляделись. И, так сказать, начинается ликование с выпрыгивания на собственных трусов. Сергей Востриков. Нет, не смог обыграть Такка. И шансы ЦСКА выиграть серию булитов. Тают. Многое будет зависеть от следующего. Игрока в белой форме. Это будет Бакбергер. Итак, Келли Бакбергер против Алексея Ивашкина. И Ивашкин грамотно играет. Молодца. Правильно делает. Он не выскакивает из ворот. Не дает себя обыграть. Он знает, что канадцы, когда играют, они в основном уповают на сильный бросок. Коваленко, но вот должен забить. Он мастер булитов. Ну. Вот это. Никаких вопросов. 2-2. Ну, тоже жест такой. Мужской. Теперь все зависит от Везьмикина. Последний булит в исполнении Эдмонтона. А счет 2-2. Ну, Игорь, помоги своим. Но Ивашкин, конечно, больше помог своим. И вот. Сейчас посмотрим на Алексея. Передадим ему привет, если он смотрит. Нашу трансляцию. Да. Вот. Вот. Могу. Давайте. Но придется ему вернуться в ворот. Потому что при ничейном исходе серия булитов, конечно, закончена не будет. И сейчас по одному хоккеисту дополнительно назначат тренеры. По нынешним правилам первым теперь должен был бы бросать хоккеист Эдмонтона. Ну, а вот здесь у нас Константинов. Неожиданный выбор. Ну, и действительно не очень понятно, почему капитану команды поручили. Да, но все-таки Така это европейский вратарь. Он-то знает, чего ожидать от европейских игроков. Поэтому он достаточно уверенно действует. Действует. А сейчас Симпсон. Да. И Крейг Симпсон ставит точку в этой серии булитов. 3-2 в пользу Эдмонтона. Не удалось Алексею Ивашкину выиграть эту серию. Ну, еще раз повторяем, что это совершенно не имеет никакого спортивного значения. Это просто такое соревнование в мастерстве. Практически All-Stars Games. Competition. То, что у нас накануне All-Star Game проходит. Был шанс. Там где-то в районе Локтя прошла шайба. Ну, а Андерсон продолжает получать большое удовольствие от происходящего в этот день. Кстати, для хоккеиста очень важно получать удовольствие от игры. Если ты получаешь удовольствие от игры, то и игра идет. А если ты, так сказать, вышел свой номер отбыть за зарплату и потом получить чек, то чек-то ты получишь, а удовольствия нет. И, может быть, игра-то будет так себе. Второго чека можешь уже и не получить. И вот мы видим, что в этой игре действительно Эдмонтон играет в удовольствие. И это удовольствие пока обрело свое выражение в трех заброшенных в ворота ЦСКА шайбах. А армейцам ничего не удается пока сделать. Два периода и так-ка не пробиваем. Вот Костичкин потерял возможность, потому что уже оказался в положении вне игры. Вот Андрея Коваленко нам часто показывают. Не только потому, что он лучший снайпер ЦСКА в этой серии, но и потому, что в этой игре не раз попадал под силовые приемы и не всегда корректные. Эдмонтон в этом сезоне будет выступать в плей-офф, но Лавров снискать ему уже не удастся. В начале игры мы говорили, что, конечно, тот не тот Эдмонтон, это вопрос дискуссионный. Но вот процесс смены поколений в первый же свой сезон, конечно, не может не сказаться. Клима. Еще один Чех. Наряду с Желиной, с Мартином Желиной в составе Эдмонтона, но у него другие партнеры. У него партнеры Семенов и Тиканин. 25-й номер, это защитник Смит. Смитов в Энхейл играло великое множество. Это у нас непосредственно Джефф Смит. Ну, никак, никак. Вот был всплеск в конце второго периода, мы видели. Но сейчас Немчинов. Бякин не смог, в общем, обработать. Человек будет сделать бросок, ну, в своей части, что. Заперли. Давыдов, Бякин. Опять сочетание, смотрите, какое. Бякин уже стабильно играет с Давыдовым. Еще и Костичкин на льду. Совсем неожиданная тройка. Ну, вот результат-то дает. Пока, правда, не в виде заброшенной шайбы. Но Эдмонтон отбивается в своей зоне. Так, вынужден остановить игру. Хороший игровой отрезок. И сейчас будем смотреть, что будет дальше. 3-0. Анатолий Семенов на скамеечке. Его партнеры на льду. У ЦСКА. Шайбой сейчас завладеет Вадим Брезгунов. Ох, как ему достается здесь. Ну, опять-таки, мы говорили об этом уже не раз. Если стоишь у борта и ждешь, то дождешься. Марк Лэм. Марк Лэм. Переводит игру в зону ЦСКА. И Стэдмонтона. Андерсон. С5. Какой момент? Да, наверное, если давать приз лучшего игрока встречи, то Андерсон один из претендентов. Ну, вот видно. Игрока, который играет в удовольствие. Прекрасно. Прекрасно. Гордиюк. Хмалев. И Петр Молков с ними вместо Немчинова. Константинов. Гордиюк уже слева. Оставляет шайбу Молкову. И вот броски, броски следует все время. И издали сегодня у ЦСКА. Малахов. Мактавиш перед воротами, но шайба не дождется, наверное. Вот, все-таки дождался, но тут ЦСКА на этот раз защитники были бдительны. Сергей Востриков боролся у бортика Малахов. Вовремя отошел в сторону. Пока Эдмонтон очень грамотно играет эту игру. И действует ровно в ту степень своей силы, которая требуется, чтобы обезопасить себя от неожиданностей. Сейчас Визмикин. Так, ничего, показал проход. Так, Малахов. Костичкин. Да, а счет 3-0. То, что Джон Маклер доволен лишней, и доволен не только Джон Маклер, смотрите, еще и зрители очень довольны. Подтверждает, что он-то как раз ничего в составе не меняет, игроки выходят в постоянных звеньях. Но вот 2 в 1. Получится? Нет, Каменский, в принципе, был прав, но там защитник очень хорош. Просто лег на Пухишаева, и все. И так, а пока безупречен. О, Андрей Коваленко. Видим, как ему досталось. Как только показали нам его слева, все время показывали справа. Не проходила эта передача уже. Ну и... Это, кстати говоря, попытка с нулевого угла, но была, в общем, неплохой. Можно было рассчитывать на то, что шайба влетит в ворота. Чуть-чуть не повезло. Но опять Коваленко. Вот видите, бьется форвард и настойчив, упрям. И опять вот попытка в ближний угол из-за ворот. Еще. Нет, столкновение ничего страшного. Это игровое чисто. С хайба все-таки вышли в среднюю зону. Вспомним момент, когда был травмирован Давыдов. Никто не остановился в Эдмонтоне Давыд. Сейчас армейцы обнаружили, что лежит соперник. И все дружно встали. Ну, так были обучены. Так, внимание! Что сейчас? Ах, никого не оказалось. Там только один Малахов. Нет, это уже не Малахов, это Сергей Зубов. Второго защитника не оказалось на синей линии, который мог бы бросить. В борьбе с Желиной переправляют шайбу на левый фланг. Продирается Костичкин. Немчинов, Каменский и Костичкин. Вот такая тройка, ну! Подчищает Эдмонтон в своей зоне, очень аккуратно все. Выигрывает в скорости здесь Барб, но его связали. Борис Гунов. Сам проходит, никто его не встречает. Давыдов поскользнулся. Достаточно спокойная игра. Гордиюк. Ну, игра спокойная, но видно, что у армейцев нет собранности, нет концентрации, нет настроя. Ну, и, в общем, оно дает себя знать. Единственное, что я могу сказать, что после этого матча никто из телезрителей в нас камень не бросит за то, что мы лакируем действительность и показываем только, как мы выигрывали. Мы показываем и, как мы проигрывали. И пусть это, скажем так, немножко горькое блюдо, но что делать? Жизнь не из одних пирогов и пышек, а также из синяков и шишек состоит. Три шишки армейцам сегодня набили. И вот выход один на один. И только Михайловский теперь спасает нас от Марка Лэмба. 0-4. Это уже было бы совсем неприлично и неподобающе для Красной Армии. Как прозевали. Выход. Опять-таки не хватает концентрации. И вот мы видим, когда показывают скамейку запасных ЦСКА, то тоже обычно там друг друга все заводят, подпихивают, а здесь все так спокойненько, тихонечко сидят. Ну, бывает, бывает. Ничего не скажешь. Может быть, просто не хватает одной заброшенной шайбы. Вот если бы ЦСКА забросил, может быть, бы все и преобразилось. Константинов Мактавиш спокойно смотрел, как он едет мимо него. Просто бросок, который, видимо, никому не достанется, если за него не побороться. А здесь Коваленко, поэтому вот он как раз с шайбой. Ну? А, Коваленко вот здесь не ожидал, что шайба окажется рядом с его коньком. Да, ну, если вот Андерсон лучший в составе Эдмонтона, то Коваленко, возможно, лучший в составе ЦСКА. Несмотря ни на что, а может быть, даже благодаря тому, что против него так жестко играли, очень активен. Ну, а в сайт однозначно. Чем здесь недоволен Игорь Везьмикин, непонятно. Справа его партнер уже стоял в зоне. Ну, вот наши канадские коллеги тоже вынуждены развлекать себя пением разнообразных кричалок. Да, туди-туди. А вот и как здорово сыграл Макс Михайловский. Зубов так просто размял Такка. Ну что? Молков и... И Такка. Вот момент у Костичкина. Да, только Молкову за ногу пьем, наверное. Этого уже, к сожалению, никто не вспомнит. Мактавиш. Не скажешь, чтобы игра доигрывалась, но, в общем, складывается такое впечатление, что если так все дальше и будет продолжаться, то вряд ли будут какие-то изменения. Ну, Костичкин. Тоже просто бросок, и шайба полетела в очередной раз на трибуну. Под клюшки Кари Такка. Вот она, наша скамеечка. Да, Попов, Тихонов, Гущин. Восьмой визит советских после 75-76 года суперсерии. Речь идет о клубных. Визитов. Да, и 52-31 счет побед. Вот только эти цифры могут сказать о том, сколько же много было этих вот матчей. У нас так в памяти остались самые величайшие, а было-то их за сотню в разные годы. Насколько популярно это было зрелище. Да, пока всех хоккеистов из России не утянули в НХЛ, до тех пор они с нами играли. А потом они сказали, а у вас больше игроков не осталось. Ну, сейчас тут игроки стали появляться. Ну, так поймал кураж, ничего не скажешь. Вот так авантюрно сейчас выскочил, но все оправдалось. Адам Грейвс Тоже авантюрно бросил. Конечно. Ну, для Адама Грейвса это еще первые годы в НХЛ. Не совсем новичок, четвертый сезон, но основные его достижения связаны с пребыванием в Нью-Йорк Рейнджерс. Все в углу, все в углу. А это не очень опасно. Но вот удалось продраться. Малахов! Ну и наконец-то, кажется, шайба все-таки в воротах. Дождались. Малахов получил шайбу. Сейчас посмотрим, от кого. По-моему, от Константинова. У нападающих не получается, защитники помогли. Ну вот, может быть, сейчас что-нибудь изменится. Давайте посмотрим повтор. Да, вот шайба катится на клюшку Малахову. И оказывается в воротах. С этой точки трудно понять, в какую часть ворот она угодила, но главное, что она там. И мы можем посмотреть, сколько же у нас времени до конца этой встречи. Менее 10 минут. 9.23. 1.3. Можно попробовать отыграться, но для этого нужно будет прилагать серьезные усилия. И это было, по-моему, все-таки задержка. Лишний раз подтверждает, что Рон Хоггарт судит весьма и весьма либерально. Вообще удалений в этом матче немного. В составе Эдмонтона их было четыре, а в составе ЦСКА, между прочим, ни одного. Вот такой вот фейерплей со стороны москвичей с одной стороны, а с другой стороны, это тоже говорит о том, что настрой армейцев на эту игру может быть не столь привычным. Не столь привычно активен. А вот здесь в объятиях просто Константинов находился своего противника, а вот теперь мы видим прекрасно, попадает шайба в щиток, так, в край щитка и отскакивает в угол ворот. Коваленко наполовину на льду, а Эстетиканен выигрывает вбрасывание для своей команды. ЦСКА 1-3, Давыдов, сегодня он не очень заметен, хотя игрок, безусловно, очень яркий. Шесть заброшенных шайб в этой суперсерии уже на его щиту. Семенов, не продрался в зону. Ах, не прошла передача на Гордиюка, а там был бы четкий выход один на один. Бякин, Масленников, Бякин и Гордиюк. Продолжает Тихонов экспериментировать со своими подопечными. Мьюни оставляет шайбу. Ну, здесь Семенова ждут и встречают. Не скажешь, чтобы мы наблюдали штурм ЦСКА, скорее, нечто обратное. Обычно команда, забросившая шайбу, испытывает некое воодушевление и вот использует его для того, чтобы увеличить разность в счете. на этот раз не получилось. Ну что, Кравчук, Брезгунов, перевод на левый фланг, не удалось побороться за шайбу и вновь она в зоне Михайловского, Максима Михайловского. Вот сейчас может получиться атака ЦСКА. И вновь шайба в средней зоне. Да, пока почему-то без опасных моментов ЦСКА, забросив вот эту шайбу, никаких новых аргументов не находит пока. А вот сейчас может быть, ой-ой-ой, как серьезно и браво Михайловский в очередной раз он спасает свои ворота. Да, такое впечатление, что спасает, но не может же он делать это в бесконечности. Да. В общем, показатели ему испортили и испортили не только Уэйлэрс, но и партнеры по команде. Такое впечатление, что они даже и не хотят отыграться. Вот так, смотрите. Хороший пас, да, это классический канадский вариант. Это пас из-за ворот на точку, с которой обычно в девятки кладут. Крейг Симпсон 4-1 и все восстанавливается. Да, и сочетание 13-13. Кругом 13. Ну, ничего. Еще одно очко за результативность набрал Глен Андерсон. Первый пас был его и в этой игре у него уже три очка, две передачи, одна заброшенная шайба. Вряд ли в этой ситуации стоит нам рассчитывать на благополучный исход этой встречи, но заброшенных шайб, по крайней мере, мы ждать можем. И должный Ведьмикен. Эдмонтон чувствует, что ему дают играть и чем он и занимается. Михайловский вынужден остановить здесь игру, потому что рядом с ним Мактавиш. да и никого из своих. Да. НХЛ суперсерии, это титр был справа, а слева реклама пива Молсон. Так как, по-моему, наши репортажи идут после Двенадцати часов, да, после детского времени, мы можем сказать, что да, это было новое пиво Молсон Канаде. Ну, неплохое пивко. Итак, 1-4 проигрывает ЦСКА, и, кстати, напомним, что большой десант высадился в Северную Америку на рубеже 90-го и 91-го года. Помимо армейцев свои серии проводят Московская Динамо и Воскресенский Химик. Там результаты менее успешные, особенно вот на первых парах неудачно играли динамовцы, которые, правда, наверстали потом упущенные. Так что ЦСКА транжирить победой не стоит. Еще раз повторяем, что канадские статистики, да и советские в то время были очень внимательны к тому, кто в итоге выиграет серию в целом. И даже канадские телевизионщики по ходу игры постоянно нам подсказывают, что вот такой-то счет в этой серии сейчас. Это идет все же соревнование систем, хотя одной из этих систем осталось полгода существовать. Ну, я не совсем согласен. Дело в том, что соревнования это хоккейных систем, идеологические системы, это, скажем так, не очень умные дяди из одного центрального комитета пытались вдолбить всем, что забитая шайба это подтверждение идеологических достижений. Но это была глупость. За что и поплатились. Ну, в порядке такой творческой дискуссии, поскольку ничего другого нам хоккеиста не оставляет, скажу, что канадцы тоже, вот эта борьба против советов, там тоже были такие же горячие головы, которые говорили примерно о том же самом, что советы нужно обыграть любой ценой, именно потому, что они советы. Ну, что вы считаете, что дурак канадский от нашего отличается? Нет, никоим образом не отличается. Только говорит на другом языке. Но понимают друг друга, они великолепны. Там за воротами применили силовой прием против кого-то из армейцев. Не вижу сейчас номера. Он скорее из репертуара вольной борьбы задняя подсечка. ЦСКА вернулся вот к той тактике бесперспективной, которую исповедуют уже где-то с середины второго периода. Вошел царю, который совершенно спокойно видит и этот бросок, и шайба, и все остальное. Ой, еще травма. Вот это вот совсем ни к чему. Масленников. Игорь Масленников. Гордиюк-Давыдов. Вот этот бросок уже имел перспективу, и только пошел как-то высоковато шайба полетела. Да, Масленников на скамеечке морщится. Много потерь уже. Стельнов так и не появился в третьем периоде. Масленников доставалось Давыдову. Вы знаете, я боюсь, что Стельнова в тот момент уже отвезли в госпиталь, чтобы сделать рентген. Тогда еще не было. Это сейчас в НХЛ обязательно в каждом клубе есть передвижная рентгеновская установка. Она на такой тележке и занимает метр на метр. молниеносно будет сделан снимок, причем он записывается на дискету, не на рентгеновскую пленку, там ничего проявлять не нужно, но показывает в течение минуты. Если врач достаточно опытный, он смотрит на снимок и знает уже, можно ли этого игрока восстанавливать или уже его на операционный стол. Ну, прогресс медицина, как в общем и всего остального, это дело серьезное. Конечно. А вот ваше предположение насчет того, что Бякин бросал поворотом, насчет того, что с Тельновым действительно все достаточно серьезно, я заглянул в протокол Бякин, гол! Ну, хоть что-то. Я закончил, что заглянул в протокол, Стельнов не принимает участие в следующей игре. Так что травма действительно серьезная. А Бякин молодец, хороший бросок, наконец стрельнул. Ну вот, стреляли, стреляли, и вот так видим, что обе шайбы, которые забросил ЦСКА, действительно вот такими могучими щелчками, что Малахов, что теперь чуть не порвал сетку Бякин. 4-2, а вот там кусочек табло у нас 3 минуты всего лишь остается до конца. Маловероятно, что ЦСКА сравняет, но счет, по крайней мере, уже более-менее достойный. достойный, я бы не сказал, пристойный. Пристойный. Все-таки хороший русский язык дает возможность точной, так сказать, формулировки выдач. Любопытная комбинация через спину своего партнера сыграл армеец. Трейк Симпсон. Коваленко. Коваленко. Коваленко не стал бороться. Дверг шайбу и вновь один на один. И вновь Михайловскому достается. Ну, это с ползона бросок, я бы не сказал, это один на один. Это просто вышел канадец на хорошую точку и выстрелил. Больно. Больно. Такова участь вратаря. И проброс. Да, Брезгунов касается шайбы и вбрасывание будет в зоне Каритако при счете 4-2 в пользу хоккеистов Эдмонта Нолерс. Игорь Везьмекин, пожалуйста. Так. Ну что? Вы знаете, а ведь для НХЛ в тот момент большого значения результат не имел. Для них больше всего значило сборы за билеты. Тогда доход от продажи билетов делился так. 50% шло в ассоциацию хоккеистов НХЛ, 50% в клуб, то бишь вообще в НХЛ. сборная СССР получала согласно контракту какую-то фиксированную сумму. Ее вообще не интересовало будут зрители или нет. Вот. Но опять Везьмекин там пытается побороться, но там уже в воротах склад хоккеистов, поэтому бросать туда бессмысленно. Подходит к концу встречи. Уже последняя минута как мы видим началась и только ее совершенно очевидно определен. Не думаю что ЦСКА будет снимать Михайловского, но может быть если вот сейчас удастся забросить шайбу в этой атаке. Каменский. Нет, бросать ему толком не дают. Крейг Мактавиш входит в зону. Везьмикин совершенно один, но шайба приходит не к нему. Возможно последняя атака армейцев. Снова Каменский и так нежно прижимает шайбу к груди и пытается найти где же она там. Да, Каменский играл уже с травмой плеча и поэтому в общем биться ему не имело смысла. Жизнь на этом не кончалась. Кстати говоря, вы видите, что уже нет и Быкова с Фомутовым в ЦСКА. Они уже в Швейцарии. Хотя их страстно хотел заполучить в Квебек Марсель Бю, такой владелец команды Квебек Нордикс. Но уже и Квебек Нордикс приказал долго жить и уехал в США. Кевин Лоу, автор одной из заброшенных шайб, а точнее первой заброшенной шайбы. ЦСКА пытается провести еще хотя бы шайбу престижа, но... Вот какая тут шайба престижа? Уже две забросили шайбы престижа. Нет, нормально все. Ну что ж, мы видели матч. поставим точку. Да, серия на этом не закончилась, не закончились и наши трансляции. Заканчивается только эта игра, в которой ЦСКА уступает со счетом 2-4, но ровно через неделю у армейцев будет возможность поквитаться со своим очередным соперником, которым станет Виннипек Джетс. А мы на этом прощаемся с вами. Сегодня, как и всегда, с вами были все, Влад Попушкин и Олег Солоц. Спасибо. Будьте удачливы. Субтитры